Здравствуйте, меня зовут Борисович Владислав. Я представляю работу создания игры «Змейка» на языке программирования Python. В современном мире компьютер играет все большую роль в жизни каждого человека. Одним из способов проведения досуга среди подростков изрослых людей стали компьютерные игры. Это говорит о том, что разработка игр становится все более популярной. Для создания компьютерных игр существует множество различных языков программирования. Самым популярным и перспективным на данный момент является язык программирования Python, который представляет популярный высокогневый язык программирования, предназначенный для создания приложений различных типов. Цель работы. Процесс разработки игры на языке программирования Python с использованием библиотеки Pygame. Объект. Язык программирования Python. Предмет. Компьютерная игра «Змейка». Гипотеза. Создать простейшую компьютерную игру на языке программирования Python с использованием библиотеки Pygame сможет любой школьник, не знающий основ программирования. Задача исследования – раскрыть сущность программ. Мирование Python. Изучить особенности библиотеки Pygame. Работать игру «Змейка» в Python. Методы исследования. Анализ печатных и электронных источников информации по данной теме. Анализ алгоритмов Python. Синтез выявленных алгоритмов в единую программу. Для разработки игры необходимо установить программу Python. Подойдет любая версия программы. Далее необходимо установить среду программирования Python. Была выбрана среди программирования PyCharm. Для начала устанавливаем библиотеку Pygame. Затем создаем главное – окно игры, по которому будет передвигаться «Змейка» в поисках еды. На данном слайде фрагмент кода игры «Змейка». Запуск игры в процессе разработки. В ходе работы удалось реализовать игру «Змейка» на языке программирования Python. Была рассмотрена библиотека Pygame для успешного создания игры. В будущем планируется регистрация и добавление таблицы рекордов пользователей. Также собрать игру в один .exe файл с помощью библейки по инсталлях. Всем спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...